Судьба вновь шутит злые шутки с семьей 10-летнего мальчика Димы Фортуны. Напомним, Дмитрий с рождения страдает редким генетическим заболеванием – муковисцидозом. Каждые три месяца, по показаниям врача Российской детской клинической больницы, находящейся в городе Москве, Диме необходима госпитализация в столице. Последний раз ребенок находился в педиатрическом отделении данного медучреждения с 16 апреля по 8 мая. Плановая госпитализация прошла в стандартном режиме, но вот при транспортировке мальчика из Читы в Москву и обратно произошел вопиющий случай. Уральские авиалинии отказываются давать кислородные баллоны на борту. Вот он же, видите, дышит от аппарата, улетает вот он с таким переносным. Но зарядки на весь полет не хватает. Хватает где-то, ну, примерно часов на пять, две батареи. Лететь до Москвы почти семь часов. Дима и днем и ночью должен быть обеспечен кислородом, так как самостоятельно дышать не может. К слову, даже в выписном эпикризе российской детской клинической больницы указано, учитывая тяжесть состояния во время авиаперелета, необходимы постоянные ингаляции увлажненным кислородом с помощью кислородного концентратора или баллонов. Чтобы дышать до конца полета, Диме Фортуне нужны всего три баллона. Один баллон дали кое-как, и то там капитан корабля уже вмешался. Этого, естественно, не хватило. Перед посадкой в Чите Диме стало плохо. Он посинел и начал терять сознание. С ребенком все это время находилась его старшая сестра. Мама Димы, Оксана Тычкова, с января 2017-го не может сопровождать сына по причине пережитого инсульта. Слезы, истерики. Страшно, она и так стресс такую испытывает. И у меня тоже так же. Отметим, талоны на бесплатные авиабилеты компании «Уральские авиалинии» семьи Димы предоставляет Забайкальское отделение Фонда социального страхования России. Перед полетом в Москву Оксана информационным письмом посредством электронной почты на адрес ведущего специалиста службы поддержки пассажиров «Уральских авиалиний» сообщает о предстоящей перевозке тяжело больного ребенка и предупреждает о необходимости кислородных баллонов по запросу. Первые проблемы возникли в октябре 2017 года, когда Оксане Тычковой порекомендовали написать официальный запрос на имя генерального директора-перевозчика Сергея Скуратова, где необходимо указать дату вылета и номер рейса, а также приложить скан выписки из больницы. Генеральный директор рассматривает запрос в течение месяца. Проблема в том, что Оксана не может с точной уверенностью сказать, когда повезет мальчика на госпитализацию. На это влияет множество факторов. Может Дима быть в тяжелом состоянии, я его не отправлю, конечно. В Москве много тоже всяких нюансов. То карантин может быть, врач в отпуске наш, заведующий, который наблюдает его. Элементарно у семьи может не быть денег на платную скорую медицинскую помощь. Специализированный автомобиль доставляет ребенка от аэропорта до детской больницы и обратно. Соответственно, в бюджет каждый раз необходимо закладывать дополнительно 15 тысяч рублей. Словом, полеты всегда планируются в течение недели. Ждать ответа от руководства уральских авиалиний месяц не предоставляется возможным. А экипаж воздушного судна без распоряжения сверху кислород ребенку не дает. Есть еще один выход – приобрести новый переносной концентратор, заряда батарей которого хватило бы на весь полет. Стоимость аппарата – 350 тысяч рублей. В Китае можно 50-60 тысяч заказать концентратор. Ну вот выход такой, что только еще один концентратор нужен. Только так. Я обратилась, конечно, в фонд московский. Но только в ноябре я подам документы, нас поставят на очередь. Когда будет начат и закончен сбор средств для нового концентратора – неизвестно. Повторная госпитализация, согласно выписке из московской больницы, показана в сентябре. До этого времени Оксане Тычковой нужно решить проблему с дыханием Димы на борту самолета и собрать деньги для оплаты машины скорой помощи. Помочь маме и ребенку можно, отправив посильную сумму денег. К номеру телефона, указанному на экране, подключен мобильный банк. В ближайшее время телеканал ЗАП-ТВ отправит официальный запрос в компанию «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать произошедшую ситуацию.